Такое чудо! Это продолжение SF-ов, SJ-ов и всего остального турбового суда. С-эдишенов, STI-ов всяких. Вот так японцы представили его. Кстати, когда он только появился, ну сначала же они представили, что Subaru вообще без турбины теперь будет в Forester. И в Японии, у меня же есть подписчики, причем не только с Японии, у меня с разных стран. Они все плакали, так скажем. Все, Forester закончился, все, я против Forester, турбо нету. Из-за Forester отличается за линейку. Понадобилось два года, чтобы это понять. Через два года вот появился вот этот конец двадцатого года, ну и дальше. Это получается рестайлинговая модель с дорестайлинговой мордой. То есть по салону рестайлинг. Я вижу, что у него еще фары, знаешь, не улетел пускоглаз. Да, да, да. Но у них же есть рестайлинг полноценный с другими фарами. Многим не нравятся, но мне нравятся. Я бы привез. И у него еще есть STI версия у этого кузова. Там коснулось только салона. То есть, ничего такого нет. Салон и лейбочка на спидометре STI и все. 180 на спидометре. Плюс уже также в японских пабликах появилась информация, не знаю, насколько проверенная, что следующий кузов у Forester. Но он больше похож на какой-то Highlander. Они тоже его обсмеяли по полной. В свое время, как и появился вот этот. Его же тоже обсмеяли. В Леворге даже. А, 2.4, да, на Леворгах видел. На Аутбеках видел в продаже. На Лексусах видел 2.4. Возможно, то же самое. Тойоташ и Субару типа объединились. На Forester на самом деле все ждут, но не знаю, появится или нет. Ну, у них. Ты же видел этот 7-местный? Акцент? Да, там 2.4. Ну, это европеец, американец. Американец. Да. Ну, такое было бы неплохо, конечно. Но пока еще вообще никаких намеков, что у него появится 2.4 мотор. Очень бы хотелось. Но зато он тогда будет санкционный. Как видишь, без санкций мы пока радуемся. Хорошая замена 2.5. Как по мне. Очень, да. Это полностью, так сказать, сток. То есть вот эти вот все матовые, но они не матовые, а не глянцевые. Черные, это все заводское. Решетка, фара, видишь, тоже внутри черные. Типа тюнинг. Любят же в России такой тюнинг делать. Только они матовые делают, а здесь глянется. И, в принципе, оно ему к лицу на меня. Да. Очень красиво. И это, получается, самая топовая комплектация. Вот турбо у Subaru, она всегда топовая, а вот эта, ну, полнейшая. Тут не хватает люка, у них иногда люк бывает. И еще бывают вот здесь эти. Накладка тоже, да? Ну, это мощная накладка. Вот здесь еще типа туманка была. Да. Она как... Ну, да, накладка, только очень мощная. Снизу, кстати, там все пластик, вся защита пластика. Она прям здоровая под весь мотор. А на предыдущих, на турбо, был у меня алюминий легкосплав. И плюс две балки железные. Камера вот, в которую ты ее посмотрел. Да. А патроники работают? Да, патроники работают. Да, патроники работают. Диски черные, заметил? Угу. Тоже в стоке. А какие? В 18-й? Да, в 18-й. Ну, стандартно, как у тебя. А резина здесь же не больше, да? Нет, такая же, 225-55. Только единственная резина в стоке Falcon почему-то. А на SJ был Bridgestone. И запаска тоже Falcon. Она SJ, Bridgestone. Спасибо гибридами. Накладки, кстати, это. Вот эти. У тебя же... Ты сам, ну, ты делал, да? Да, да, да. А здесь нифига, здесь уже в стоке. Да, видно, что... На крыле, если она накладка, то на бампере это уже цельная часть бампера. То есть уже не получится ездить без них штуки. Япошка сам сделал. Причем хозяин мужчина. Мы думали, что девушка... Ну, вот хром... Здесь темные уши в цвет решет примерно. Он сам вот хром налепил и на ручке хром налепил. Ну, получилось, что да. А так машина типа без хрома. Блин, ну прикольно. Японцев же ругали, что они везде хром леют. Вот они решили это сделать без хрома. Но налепил хром. Двойной выхлоп? Двойной выхлоп, да. На турбовых двойной в SJ. И, кстати, небольшое бу-бу-бу есть. Как на SSH примерно на стоке было. Одиночный, но не турбо. И здесь они вернулись к двойному выхлопу. Так еще и вот эта вот темка. Классная. Получается, текстура какая-то. Но она не царапается. То есть вскользь ты подошел чем-то там, тиранулся и царапины не будет. Это надо умудриться надавить чем-то, чтобы поцарапать. За счет вот такой текстуры. Багажник простой. Багажник электрический. Это же полная комплектация. Ну, знаешь, как не бывает. Смотри, как быстро открывается. Здесь, да. Я видел. Прибольно. Быстрее, чем в SJ. Конечно, блин. Намного быстрее. Хотя, знаешь что, я тебе скажу так. Я думал, у меня медленно багажник открывается. А Хайка видел 19-го года. Свежий хорек? На SJ, знаешь, он еще очень так, нормально открывается. Там как будто реально он уже повидавший виды, мягко скажем, уже такой ленивый. Может, там пробега много? Да нет. Вот этот. Как его, блин? Это даже не ковер. Как его вообще назвать? Ковер. Ковер? Он уже пластиковый. Тоже такой текстурный. Вроде как должен песок с него слетать, а наоборот, песок вот после моря весь тут и остался. Не высыпается. Комата купил в багажнике. Все нормально. Правильно. Куча всякой ерунды. Да, запаска есть. Запаска, да, есть. У тебя еще не было запаски? Нет, есть. Почему? Конечно. Я имею ввиду, просто они потуповыми. Прикуриватели так же складываются эти. Катапульт. Сидушки, да, катапульт. Единственное, нету вот здесь бывают подсветки, они может сами ставят. О, еще кнопочку. Да. И, кстати, вот текстура точно такая же, как на бампере, чтобы не царапалось. Да. Теперь у них пластик не царапающийся. Случайно ногтем не поцарапаешь или какой-то штукой такой. Смотри, какие мощные эти упоры. Да. Они прям в два или в три раза толще, чем на SJ. За счет этого, наверное, быстро и работает. Не, ну здесь по-другому-то на SJ. Там же еще одна тяга была. Там три тяги, получается. Улетала? Да. Мне кому-то дал закрыть багажник, как-то криво она вылетела из пальца. Вот эта накладка хромирована. Зачем он ее поставил? И багажник, кстати, вот этой темой, так сказать, подчеркнули его брутальность. Спойлер. А они черные, что ли? Ну, они вставки на этих, на SK бывают черные, а здесь прям вставка под багажником, спойлер и до спойлера. А здесь какой кузов? Здесь же SK? Это SK-5. А те X-brake SK-9, а еще есть SK-E, это гибриды. Плавник тоже черный. Это как заказ под этого, под TS. У TS тоже все черные вставки. И здесь точно так же. Типа, найдите вам продолжение турбо, найдите вам продолжение эпопеи турбо. Рейлинги тоже в стойке стояли, черные. С капотом, ну давай, дергай. Нашел. Я просто не привык к расположению этих кнопочек, они отличаются, чем на SD. Типа. Так. А, кочерга, да? Да. Упоров нет, машина стоит много денег. Максимальная комплектация? Да. А у них просто нет их. И куда втыкать, да, уже? Забыл отвык. Как ты сказал, тебя зовут? Мое имя Турбо. Смотрите, он стой. Вот он, CB 1.8 турбо получается. Заметь, этого нету. Фильтра. Да, он снизу опять. Фильтр, да, опять снизу. Вот здесь вот этот чудесный воздуховод, который отличается от TSJ и на нем был глюк. Мы его только купили, он, получается, месяц стоял в зиму, интереса до него не было Запускаю через месяц его, он завелся, такой звук, как будто самолет через минуту Я такой в шоке, машина новая, 20 тысяч пробега, у него сейчас 37 20 тысяч пробега, что делать? Подключаю сканер, показывает ошибку датчика распредвала Я думаю, ни хрена себе можно налитнуть Но в итоге пришлось снять вот этот пуск, подергать фишку датчика распредвала и все Запустил, работать без ошибок, безусловно Ну, ошибки, естественно, сканером скинуть Вот они, мозги вынесены по-другому Крышка заливная, маленькая Кстати, масло написано 0V16 О, они же даже Но мы 5W30 сюда льем, вот тут наклейка осталась, а пейфон 5W30 И мы также льем 5W30 Воздушный фильтр такая, просто хреновина редкостная Не такая, как на SGA, на SGA он был в драмочке, твердый Получается, эти скобы отставляем, чуть раздвинули и туда вставили Здесь он мягкий, отодвигаем скобы и вставить его не получается Приходится снимать вот эту штуку, часть короба, вставлять его и собирать обратно По крайней мере, так делал я Сейчас поедем к специалисту масло менять, и фильтр у меня с собой Посмотрим, как он сделает Воздухозаборник, конечно Воздухозаборник, да, также под решетку Неудобно в том плане ходить Да, 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 да Вообще, ему, по-моему, рекомендуют даже 95-е Ну, мы на 100-е Еще эти CB 1.8 есть на свежих Леворне Видел, да? У нас, кстати, один катается по району, так сказать И на этих, на аутбэках 1.8 Так что пошлины, санкции, извините, Subaru, ну, как бы еще в теме На Subaru еще можно ездить Ну, это так-то и раскрутили по мощам По мощам, да, 177, но он быстрее, по-моему, чем 2.5 Я 2.5 мерил, ну, и его один раз замерил Получилось поудачней на нем, побыстрее Но точно говорить не буду, потому что это был всего один замер Короче, хочу еще поиспользовать, попользовать Только потом Да И только потом дать свою оценку Что меня в этой машине больше всего смущает Еще ништяк, да, 1.8 в типсваме На 100 лошадей меньше, тоже крен с ним Едет там чуть-чуть хуже Но! Вот здесь сверновка 5 на 114 Больше Она не больше, она просто 5 на 114 Toyota Вот это Toyota А так как у меня фориков было уже много И на протяжении там 7-8 лет У меня 3 или 4 комплекта крутых дисков 19-18 рейсы и так далее И у них сверновка 5 на 100 То есть я в пролете Я ни один диск сюда не поставлю Очень хочется Только переходные проставки Но я ими не пользуюсь Максимум маленькие по 3 миллиметра Так что беда Для меня по крайней мере Да, но я скажу так, они же поменялись Да Они сделали вроде бы как Ну то есть раньше Subaru ругали именно за сверновку 5 на 100 Потому что дорогие диски Если оригинальные какие-то легкие, кованые То это дорого Они сделали 5 на 114 Чтобы было дешевле Как у всех, так сказать Но мир поменялся Доллар поменялся И все Сейчас любое оригинальное красивое литье Стоит денег Вне зависимости от сверновки То есть тут в пролете Те, кто раньше ездил на этих машинах То есть я На Forester Теперь что-то будут делать Продавать и покупать 5 на 114 Ну либо ставить проставку, которую я не хочу И еще, кстати, тут вот один этот Такой нюансик Тормоза Их же ругают все за тормоза Что Subaru не тормозят Здесь тормоза хорошие Ну вот по крайней мере По дороге я их проверял Там 120-130 тормозят Насколько торможений хватит не знаю Но Диск Сразу видно, что диаметром меньше Чем на предыдущем Чем на SG Почему так сделали, не знаю Но надо отдать должное Они оставили этот Вон видишь Кожух защитный Вон под тормоза чуть побольше То есть можно диск этот выкинуть Поставить тормоза побольше Без особых переделок Но мне в принципе хватает Хотя Сестра она жалуется, что появился скрип Типа колодки прикипают И когда отъезжают Вроде как скрипит Кстати Тут сейчас пробег на масле где-то 5 5 5500 Что такое Вот он так работает Тихо или нет? Нормально Ну Сейчас масло заменим Он будет еще тише работать Ну и пробега Это всего 37 Это получается 22 привезли Ну да Арталон видел, да? Алькантар А ты вот здесь же еще кнопочки не смотри А ну да Да Тебе лучше вот здесь посмотри Вот во-первых Ой Да Это всего тут Старт, стоп Отключение стабилизации Да, его не сюда вернули Да Вот он пошел Ну это Это что за А, это датчики Правильно В ушах Это что? Это типа Face ID То есть он тебя запоминает И под тебя настраивает сидушку Ааа Только садишься сразу поехал То есть по идее память Она тут нафиг не нужна Потому что он сам под тебя Распознает твое лицо И под тебя настраивает сидушку Ну а остальное что? Еще он следит за твоими глазами Если ты их отвел от дороги Или закрыл там типа уснул Он начинает пищать А здесь что, заглушка какая-то? Нет, это эти отключаются в бампере А, сонарах Да Вот смотри, вот тут Alcantara Ага Красиво довольно И был выбор Либо X-brake С этими вставочками Оранжевыми Здесь по салону Либо вот этот Потому что сидушки Alcantara Да, руль приятнее И от этого Вот от 18-го X-brake Отличается Сам хозяин сказал Очень даже неплохо Зеркало Электрическое С камерой сзади Ну честно говоря Надо привыкать Если иметь две машины SGA и вот этого Будет немного непривычно С SGA сюда садиться И тут тоже замши Ну как замша Alcantara Да, это ж по идее замша Просто фирма Alcantara Здесь также текстура Вот Ногтем уже случайно Не поцарапаешь Это плюс Здесь кожа Мягенькая И здесь мягенькая Единственное Здесь тоже кожа То есть здесь конкретно кожа Здесь мягкий пластик Но Если вернуться к задним Дверкам То есть здесь будет твердый пластик А здесь текстура такая же Здесь кожа Замша Печка сзади Печка, да Две зарядки Две зарядки Прикольно Прикольно Сидушки мне понравились по форме Они такие со спортивным каким-то характером Стилем Не вот Не могу понять Они такие же Как на этом АС И Иксбрейке Или может чуть видоизменили их За счет того, что рестайлинг То есть получается вот это салон рестайлинговый А морда тут до рестайлинга Такой переходной вариант Конец двадцатого И там до До Весны по-моему До конца весны Двадцать первой А потом уже пошел Полноценный рестайлинг Накладки так же Как на всех турбовых парях Алюминия Они теперь вон На зеркалах Как то так Прикольно Да Не В любом случае Видишь как судьба сложилась Что санкции вели А тут на тебе 1.8 у Субару Завалялся случайно Которые в свое время обсмеяли Ну и как то не обрадовались Появлению ему Туманка кстати внизу теперь где то Либо тут либо там Вот такая вот чудо машина Да чудо аппарат В фальшфейер он доехал В фальшфейер да доехал Без фальшфейера никуда Крутилки икс моды Мне очень нравится что вот здесь Эти Альканта рэпшит Приятно По крайней мере приятно когда например Ну вот ты сейчас в футболке В шортах да по моему Садишься на него В такой Прохладный летний ветерочек И очень приятно к телу Тактильные ощущения Тактильные ощущения Получилось снять Море уехал Через месяца два сниму Может замерим А Кандей Кандей куда Кандей Вот он У него В смысле Ну Блок управления кондиционером Да Да вот он Нет это я понимаю в смысле У него Ты же говоришь У него такой же Такой же У него получается Магнитофон вот такой Точнее дисплей И вот эта штука Где то здесь А Но она прям Три кнопочки Ценсорные То есть она встроена Где то внутри Блок А вот Уши Вот он еще без сигналки Без российской И уши Складываются сами На SJF Такая фишка была Очень редкая Тут пожалуйста На SJF Что-то жалуются И вода Да у меня один привод Отъехал Да Тоже что-то А я нажал на сигналку И дверь еще не закрылась И после этого все Привет Привет вам ребят Ну так по виду Вот SJSK Ну они некоторые Знаешь Такие невзрачные То есть обычная Простая машина Вот этот Когда выбирали По фоткам Красиво Честно я ожидал Что машина тоже будет Простая и невыразительная Ну вот за счет Вот этих черных вставок Решетка Черная внутрянка Фар Черные туманки Черные диски Рейлинги Он на дороге Выглядит ну довольно таки Заметно и брутально Вот как-то так Ничего особенного А машина выделяется У нее то и цвет обычный Можно сказать Ну когда мытый красивый G1U по-моему Кстати вариатор тут Как на твоем Только следующая версия У тебя 580 Да А у меня на турбовых Был 690 И здесь тоже 580 Хотя это turbo Видимо переваривает Видимо переваривает Только у него Маркировка третий У тебя наверное второй Или первый У меня скорее всего Второй А это третий уже Видимо выдерживает Лагрузки всех Ну Переваривает мощность Пока да Пока как бы нареканий К нему нету Ну пробега Пока всего лишь 37 тысяч А приехав было 20 Как будет дальше Не знаю Подвеска тоже очень крутая Мне нравится Мне очень нравится После особенно этого И стяя на 19 дисках Вот дверь открываю Вон видишь Он уже начал сканировать Меня вроде как ищет Ну или того кто садится Сейчас уберу Кепки Вот видишь все распознал Я поехал Вон видишь Поприветствовал меня Настроил под меня Сидушку Анимашки прикольные Я вот за это Субару очень люблю Что у них всякие Такие красивые анимации Все он под меня Настроил сидушку Еще где-то я в интернете Читал что он Климат контроль должен Под меня также Настраивать Но я до этого не дошел Поэтому вот на эту память Даже не Можно не нажимать Единственное можно настроить Типа полностью разложился И еще что-нибудь А так внутри Чувствуется что машина стала больше Там место вообще вагон задний Я кстати пассажиром на нем катался Сидушки задние жестковатые Не сразу привыкаешь Несмотря на то что они алькантары Выглядят так как можно сказать Мягко Но они жесткие На дальняк надо реально привыкать Ну по сравнению вот с тем что ты Сидишь в кресле водителя И садишься назад Сзади жестче По крайней мере я привык к тому что Я езжу за рулем И за рулем мне довольно таки комфортно А сзади так себе Может быть поэтому он Ну и не самый дорогой Так скажем В своем сегменте Хотя он сейчас что осталось Сирвиха 1.5 Митсубиси Эклипс Кросс Ну то что под санкции не попало Нет в смысле а что там Сирвихи они вроде двухлитровые что Нет есть 1.5 А 1.5 Турбо Да 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 Как на Фридах Да 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 Эклипс Кросс остался Форики остались Аутбеки Леворде Ну Леворде ладно не берем Это машина ниже И еще что то есть А этот вот как у Сема А из Кудик Да он по моему даже едет так же Надо будет Сему поймать и замерить Ну Леворде сейчас Сюда не приезжает Я его как то видел Ну встреча ветка А замер это все равно на русском Ну понятно Ручка классная Такая брутальная Больше стал Вот не знаю подлокотник больше нет Две руки помещаются По моему больше Там ниша большая Но там куча всякого хлам Там еще регистратор Блок от регистратора Вот так вот вставки под алькантару И сама алькантара на сидушках победили Магию Форика Иксбрейка Оранжевых вставок И сейчас он не проходной Но когда он станет проходной Мне кажется он завалит просто город Может своими машинами Вот именно все на таких будут ездить Потому что большая классная машина Ну да не такая мощная как его предыдущие Товарищ Но тем не менее Кнопочка вот не там расположена Она чуть смещена под рук О, что лампочка загорелась Ну в принципе хватит Слушай, на HD лампочка загорается У тебя ни разу не горел? Я на одном делении катался как-то Ну так Я когда были перебои во Владе с бензином На Альянсе на Роснефть с 98-м Я иногда катался прям вообще до полного Искал бензин Вот дует кстати эта штука Да Такое Вот она включена Она еще и шумит зараза очень сильно Ага Ну не очень сильно Но так довольно таки ощутимо С кондишкой Точнее не с кондишкой, а с блоком управления Я вообще не сразу разобрался Аварейки приятные моргают Ну звук, так скажем Поворотник приятный Кнопка маленькая Кнопка, ну да, она во-первых переехала Да не, нормально Тут минус в том, что включается и выключается Кондиционер и печка Вот этими кучами кнопок Вот это ты ее включил Вот это ты регулируешь На обороты, понятно Но дело в том, что в движении Когда например дождь все потеет Вот эти три маленьких кнопочки Которые сливаются вообще со всеми кнопками Это такой ужас просто искать И подогрев он трехуровневый, так сказать А руля здесь не добавили до подогрева? Рулю всегда есть На всех СК, я так понял, есть подогрев И вообще на всех СК, я тоже так понял, полный мультируль Ага Отличается только форма в зависимости Рестайлинг, не рестайлинг Не, ну прикольно, конечно Очень симпатично Еще минусы, какие я, так сказать, для себя обнаружил Здесь теперь режимы езды Это интеллигент и спорт Спорт шарпа нету То есть вот этот режим, когда машина Становится типа гонкой Появятся такие ревки, тачки Типа имитация переключения передач Тут это отсутствует Субару, как вы так могли поступить? Непонятно Но, тем не менее, они это сделали Нету спорт шарпа Спорт, наверное, по-прежнему является самым быстрым режимом Спорт шарпа нету Еще тут нету Где это? А, ну вот он, мы в этом меню Нету датчика давления турбины И это тоже вообще глюк конкретный Как так? Вот тут забрали у субаристов датчик турбины Ну, я не знаю, зачем они это сделали Зато тут есть теперь датчик Все же спорили, это охлаждайку показывает? Нет, температуру масла Но были такие споры Кто-то говорил, что температуру охлаждающей жидкости Кто-то температуру масла Теперь тут подписано Температура охлаждающей жидкости и температура масла То есть есть еще один такой же датчик Он показывает норму Здесь сейчас мы видим температуру масла А там, например, такой же датчик Он показывает температуру охлаждайки Но давления турбины нету Хотя турбина здесь также расположена под низом И на предыдущем Вот с порт шарпа нету, это грустно В общем, такой, как вот сказать Обычный, новый, свежий, классный автомобиль Чуть-чуть с замашками на историю Субару вот этих гоночных Субару Рулится он, конечно, классно Вот кнопочки Еще вот эти интересно подсвечены Ну, не кнопки, а крутилки Где-то там внутри Ага Такое ощущение, что между ними какая-то это Как парящие кнопки, что ли Как-то так Субару постаралась А, не, их крутить надо, да Вот эту штуку Хоп, хоп Вот появляется Ну, что классно, уклон есть Вот 4 градуса у нас И 2 Плюс 2 И там 4 Крена дифферент Да, вот это ты правильно сказал Пока я тут слова подбирал Это для другого Вот здесь снег Ну, еще и эти вот штучки И боковая есть А, ну, да, вот такой двойной получается Ну, блин, да Еще бы не мешало и с правой стороны Я так понимаю, с этими Ну, парктроник вот сюда выводится почему-то на дисплей Когда подъезжаешь к кусту какому-то На самом деле, когда ты заезжаешь в кучу кустов Вот как мы сейчас Но они нам не мешают, эти кусты А когда ты заезжаешь что-нибудь Раздавить какой-нибудь кустик Тут начинает пищать абсолютно все Ты сразу думаешь, куда, куда крутить головой Если, ну, как бы не опытен, можешь потеряться Кукуруза Субтитры сделал DimaTorzok